Как же и чем грозный российский диктатор Путин ответит за курс и можем ли мы сказать, что премьер-министр Индии плюнул ему фактически то ли в лицо, то ли в спину, что у него там еще осталось. Обо всем этом и не только будем говорить прямо сейчас. Зовут меня Ирина Узлова. Традиционно вместе с нами еженедельно Игорь Эйдман, социолог и политолог из Германии. Игорь Веленович, здравствуйте. Искренне рада вас видеть. Добрый вечер, Ирина. Взаимно искренне рад видеть. Спасибо, что находите время. 23 августа решили напомнить, по всей видимости, Путину и его клики не только о успехах Курской битвы, но и Второй мировой времен войны, но еще и о том, что год назад в этот день вечного полета пожелали от имени Путина, именем Путина, по всей видимости, его некогда поварю и главарю ЧВК Вагнере Евгению Пригожину. Возможно, я просто так связала, потому что инициаторы этого мероприятия, которое происходило в Волгоградской области, объясняют по-другому свой поступок. Сотрудники разгвартии в колонии Волгоградской области как будто бы ликвидировали террористов, которые захватили заложников и убили сотрудников СИН. Воевики ИГИЛ, которые представлялись именно так, захватившие заложников в колонии Волгоградской области, заявили, что они мстят за террористов, напавших на концертный зал Кроку Сити Холл и не только лишь. Игорь Виленович, почему мне кажется, что мы наблюдаем практически какой-то эффект бабочки на территории Российской Федерации? Все взрывается, тонет, происходят вот такие мероприятия в колониях. И говорит ли это нам о том, что Путин ничего уже не контролирует? Да, вы понимаете, Путин явно пытался взять тот вес, который он физически просто не мог вытащить. То есть развязав эту войну против Украины, он начал игру, на которой у него просто объективно не хватает ресурсов. И мы видим, что у него то в одном месте проблема, то в одном месте порвется, то в одном месте взорвется, в одном месте что-то там потечет, какая-то течь в его кораблике. То в другом, то в третьем, он судорожно пытается оставшиеся ресурсы как-то натянуть на все проблемы, на все фронты, но их, очевидно, не хватает. И сейчас же ФСБ очень занято, оно ловит студентов, юных феминисток, которые раскладывают по почтовым ящикам листовки или переклеивают ценники в магазинах, наклеивают там микролистовки. То есть им не до того, чтобы бороться с какими-то исламистами, чтобы реальных террористов искать. И мы видим, что в результате уже четыре крупных террористических акта за последние полгода в России произошло, которые, по крайней мере, формально и официально организовали якобы исламисты. Это в Крокус-Сити самый крупный теракт, потом в Дагестане нападение на церковь, синагога убийства людей, множество милиционеров или полицейских, как теперь это называется, и священников. И два захвата заложников в российской системе лагерей. То есть только за полгода. То есть мы видим, что целое это может говорить, что происходит какое-то наступление исламистов. Внутренний фронт какой-то в России открылся. И очевидно совершенно, что просто не хватает ресурсов и контролирует все силы, как я уже сказал, брошены, во-первых, против Украины, а во-вторых, против российского антивоенного движения. А исламисты уже считают чуть ли не друзьями. Путин и там Лавров, по крайней мере, в губы целуются в десна буквально с ХАМАЗ, с Хезбалой, с режимом талибов в Афганистане. И естественно, что на этом фоне они вообще воспринимаются как вообще союзники-партнеры. И тут вдруг союзники-партнеры такой нож в спину устраивают террористические атаки почему-то в российские города, которым, в общем-то, некому противостоять, потому что все ушли на фронт. Вот так вот. То есть ситуация, безусловно, для российских властей очень неприятная. И очень неприятная для главной структуры России современной, для чекистов, для ФСБ. Потому что они же явно прошляпили все эти теракты. И именно их и сделал Путин козлами отпущения. И сказал, что ответственными за ситуацию, как он продолжает упорно называть курдскую СВО, как будто бы ничего не происходит, ответственными за провал этой ситуации. И сказал, что проблема российского приграничения, где уже более 1263 квадратных километров и 93 населенных пунктов контролируется вооруженными силами Украины, это проблема силовых структур и места администрации. Перед тем Путин 10 дней вообще молчал с 12 по 22. Куролесил то по Азербайджану, то по Чечне, то по таким вот злачным для себя каким-то местам, тоже делая вид, что ничего не происходит. А потом он сказал, что виноваты и должны все разрешить эти. А я думала, что возможно как-то глава Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов или Министерство обороны или другие военные должны за это отвечать. А у Путина вот эти. Почему? Я думаю, что он сейчас надеется на своих чекистов. Понимаете, они же объявили режим контртеррористической операции там. А по закону в этом случае ФСБ всем рулит. То есть для ФСБ это скорее, ну конечно, это ответственность существенная, но и это демонстрация того, что Путин как доверял своим ФСБшникам, чекистам больше всего, так и доверяет. То есть кризисная ситуация, он к ним обращается. То есть он как раз не ждет ничего от Министерства обороны, от того же Герасимова. Ничего не ждет, даже снарядов у него не просят, в отличие от покойного Пригожина. То есть он ждет от чекистов, надеется на них. Ну и посмотрим, что они там покажут. Но ничего, я уверен, что ничего какого-то, никакого там, никакого прорыва там какого-то не будет. Потому что чекисты, они привыкли, как я уже сказал, в России бороться с оппозиционерами, девочками, феминистками и мальчиками-студентами. А тут серьезные люди пришли на их территорию с оружием. Кадырюсы уже сбежали, я думаю, вслед за ними и ФСБшники пупикут с не меньшей прытью. Ну да, тем более, если что, они возьмут уроки быстрого бега не у Сейна Болта, а у Кадырова и Лапти Алаудинова, который, кстати говоря, с периодичностью раз в несколько дней продолжает повторять, что все стабильно. А вот может как раз эти помогут? Путин как раз и в Чечню катнул, посмотрел на похудевшего, к сожалению, Кадырова, на то, как сын его управляется в стрельбищах. Да, там у них какой-то сообщащий сосуды, Кадыров и его сын. Кадыров похудел, зато сын уже потолстел стильно. Знаете, как его называют на чеченских эмигрантских сайтах, вот этого сына-сынка Кадырова? Робо-пончик, робо-пончик. По аналогии с Робокопом, ну что он же строит из себя суперменом, при этом очевидный такой пончик. Его называют робо-пончик сами чеченцы. Так что да, но теперь Путин же, да, Кадыров уже всю семейку свою, все многочисленные коллеги детей, непонятно от кого, от какого количества жен, он уже с Путиным познакомил. Так что Путин тоже, можно сказать, правда, благословил Робо-пончика, правда, в гроб он пока сходить не собирается, в отличие от Клаклассика, но, тем не менее, благословил его на что-то. Я думаю, знаете, для чего он поехал, Путин, в Грозный? Он поехал клянчить у Кадырова опять чпушечное мясо. Ему, очевидно, совершенно не хватает пушечного мяса, в России оно заканчивается, стоит все дороже, и он надеется поживиться у своего сатрапа, каким-то его загашником, потому что огромные же деньги уходят на это пушечное мясо. То есть все эти чеченские отряды и прочее, они же не спонсируются, а просто содержатся из российского бюджета, причем распиливается там, я думаю, еще больше денег, чем достается тем, кто там служит. И Путину как-то интересно даже, что вот он столько денег тратит, ежегодно огромное количество денег на поддержание этой кадыровской сверх-пупер-супер-бупер-непонятно какой армии, а когда дело доходит до реальной войны, эта армия как-то, вопреки всем законам химии и физики, как-то умудряется мгновенно раствориться, исчезнуть, вообще дематериализоваться где-то, в воздухе растаять. И естественно, что он... Да, но... Если бы он чувствовал себя уверенно, если бы он был действительно хозяином ситуации, он бы вызвал Кадырова и сказал, что такое, что за беспредел? Почему твой робопончик не защищает Курск, а там дура из двух золотых автоматов куда-то там пуляет? Почему он не на фронте? Надо срочно все на защиту Отечества. Но Путин себя не чувствует сильным персонажем, и он идет, наоборот, на поклон Кадырову. И начинает клянчить у него пушное мясо. Это мне напоминает, знаете, такие истории, реально были в истории России во время Золотоордынского ига. Приезжали русские князья в ставку к хану Золотой Орды и клянчили у них там дружинников для того, чтобы воевать с соседом. Да, в случае, если с соседом война идет неудачно. И вот примерно то же самое. В ставку Кадырова приехал, значит, постояв, потренировавшись в Беслане, стоять на коленях. Он, видимо, понимал, что ему и в Грозном придется тоже постоять. Поэтому на коленях перед Кадыровым. Поэтому он заранее потренировался. И, собственно, пришел клянчить вот дружину у Кадырова Путин. Но самое-то интересное, что сама эта идея, вся этот план этот хитроумный, он абсолютно обречен. Потому что дело в том, что Кадыров не зажимает для Путина каких-то своих гипербупер воинов, которые могут там переломить ход войны. У него просто их нет. Деньги на них освоены. И есть, конечно, силовые структуры, которые позволяют Кадырову держать в повиновении, унижать и насиловать собственный народ. Но для нормальной, современной, большой войны, войны против современной армии, никаких структур, никаких ресурсов силовых у Кадырова нет. И он, конечно, поводит Путина за нос. Может быть, выключает еще какие-то безумные бюджеты на то, чтобы еще больше увеличить свой Ахмат и другие свои части. Но реально это для фронта, для победы, это ничего не даст. Потому что, как я уже сказал, это в значительной степени профанация. Не для этого они ему нужны. Они ему нужны, и они готовятся для того, чтобы подавлять мирное население, чтобы терроризировать собственный народ. А отнюдь не для того, чтобы посылать своих нукеров в мясные штурмы. Припомнились мне давеча Льюис Кэррол, «Алиса в стране чудес» план, что и говорить был превосходный, простой, ясный, лучше не придумать. Только вот недостаток у него был один. Было совершенно непонятно, как привести его в исполнение. По всей видимости, где-то приблизительно такой план сейчас разрабатывается и Путиным. Поэтому вопрос у меня, конечно, следующий. Кадыров не даст живую силу и, видимо, ничего другого. Ну, может, еще какую-то улицу назовет именем Путиным или район. Срочники как-то тоже не сильно уже прячутся и обращаются все больше к «идите лесом», но при этом пропадают в Курской области. Вот о 81 новом пропавшем без вести на территории Курщины сообщают издания и их родственники. А где же будет брать Путин людей? Где будет брать этот резерв? Как вы отмечали не единожды и в интервью со мной и нашим другим коллегам, что мобилизация, по сути, подорвет режим Путина. И если он на нее пойдет, это будет зависеть от ситуации на фронте. Но вот она, фронт уже везде и на его территории. Какой же здесь выход или его нет? Выхода у него нет, я думаю, реального выхода. Это, знаете, как в шахматах Су-Цук-Сванг. То есть он в любом случае проигрывает. Если будет мобилизация, он проигрывает. А если мобилизации не будет, но он еще быстрее и прямо проигрывает. Но пока они еще держатся кое-как, понимаете? Когда реально будет какой-то прорыв фронта, вот не локальный, а уже более масштабный, Путин будет ставить просто предреальные угрозы. Он будет тянуть до конца, пока он не встанет предреальной угрозой просто развала фронта, как было в 1922 году в Харьковской области. Тогда он уже начнет, он будет вынужден, конечно, идти на мобилизацию, но будет уже поздно, потому что такие вещи не тянут до последнего, они готовятся изначально. И есть еще один момент, который мешает Путину существенно, потому что мобилизация – это как бы только одна часть тех действий, которые требуют сейчас от Путина ситуация на фронте. Ему давно ситуация требовала не только проведения там какой-то дополнительной мобилизации, но и проведения мобилизации других ресурсов и резервов, которые есть в России. Потому что не хватает не только пушечного мяса. Например, огромный дефицит трудовых ресурсов, в том числе и ВПК. Дефицит также производственных мощностей, которые задействованы для обслуживания армии. То есть Путин не в состоянии завести, к счастью для нас, слава богу, не в состоянии реализовать мобилизационную модель общества, когда все ресурсы мобилизуются на войну. Знаете, вот есть всякие экономисты, в том числе и оппозиционерами они себя называют. Они там считают как-то ресурсы и считают, что вот у Путина вроде бы все ничего по бумаге, если статистику его почитать. И такие аргументы смешные приводят. А вот, понимаете, говорят, что у Путина кончается бронетехника, но если бы у него кончилась бронетехника, то, наверное, бы уже они там собирали где-нибудь на газе новые какие-нибудь танки, пускай там даже и примитивные. А ведь этого ничего не происходит. Так этого ничего не происходит не потому, что у Путина бронетехника не заканчивается, а этого ничего не происходит потому, что он не в состоянии развернуть в полной мере мобилизационную модель экономики. Вот часто вспоминают пример Второй мировой войны. Но вот во время Второй мировой войны была действительно мобилизационная модель экономики. И если, может, вы вспомнили о газе, то, например, мой отец, когда я ему был 14 лет, подростком, Он был в порядке трудовой мобилизации школьников, поставлен около станка и собирал танки на том же газе. Понимаете, для того, чтобы Путину ликвидировать дефицит трудовых ресурсов, ему нужно ввести такие же меры. Но он органически на это не способен. И не способна его руководство. Они совершенно другого плана люди. Это не какие-то там сталинские железные наркомы, или не какие-то там гитлеровские бравые эсэсовцы. Они, в общем-то, по большому счету торгаши. Абсолютные, ментальные. Это их работа, профессия. Причем все. Такого абсолютно рыночного плана, рыночного склада, коррупционного склада. Люди, которые любят хорошо жить и привыкли заниматься в основном стяжательством. И ничем другим они заниматься не будут. Да, они сейчас зарабатывают на войне. Ростех зарабатывает на войне. Там, естественно, воруют так, что только дым идет столбом. Дым идет столбом не только от российских аэропортов и нефтебаз, но и от кабинетов чиновников. Они там так интенсивно двигаются, что прям дымят, Сашка, когда воруют. Но и какие-то действительно дыры они затыкают. Какие-то ресурсы подтягивают. Но всего этого абсолютно недостаточно для того, чтобы вести масштабную современную войну и победно вести войну, как он хочет. Поэтому победить он не может. А раз он не может победить, значит, время работает против него. Если он не может победить, значит, он проиграет. Логично, да. Но с нами просто спина и урта, не с нами напрямую, но, думаю, тоже опосредственно, спорили на Соловьев лай в такой помойке. Они сегодня, нет, ни на территории Курской области, где нет ни Путина, ни этих вот великих пропагандистов, проплаченных до мозга костей, сидели на фоне стеллы памяти Курской битвы времен Второй мировой войны и говорили, что всех неонацистов, это меня и представителей украинского киевского террористического режима, они, конечно же, победят, как и в прошлом. Вот, вот очень. Ну, почему? Весьма воинственно и даже так страшно, можно испугаться. Смотришь, думаешь, ну, конечно, посмотрите, какие планы. Что они всех победят, что сейчас они практически борются, так же, как и боролись с Германией во времена Второй мировой войны. И с пеной урта доказывали, что они народ непобедимый, вспоминая дела минувших дней и предания старины глубокой, собственно говоря. Как мы сейчас можем оценить работу пропаганды и в целом создание информационного фона на фоне того, что мы наступаем на территории Курской области и нас практически никто не останавливает? Да, вы знаете, вот как раз пропаганда – это то, что в России работает совершенно бесперебойно и, в общем-то, довольно эффективно. Вот ничего другого, в общем-то, такого нет. Это главный ресурс Путина. Даже силовые структуры, они, как мы видим, по тем же терактам постоянно дают сбои и постоянно попадают в лужу. Пропагандисты работают, не покладая рук, можно сказать, в поте лица и работают достаточно успешно. По крайней мере, вот те, понимаете, население России, оно делится, ну, можно его разделить условно на две большие категории. На тех, кто в разной степени, но уже подсажен на иглу российской пропаганды. Вот с этими людьми работать, ну, просто одно удовольствие пропагандистам. А эти люди, ну, как любой наркоман, да, который уже подсел на иглу, он просто ждет, когда его уколят. Ждет его, прямо если вот, я думаю, что такие случаи уже и бывали, по слухам, что если там человек, какие-нибудь вот эти теленаркоманы российские, которые телезависимые, зависимые от пропаганды, у них там ломается телевизор, у них начинает уже, их начинает колотить, у них начинается ломка, пена изо рта. Надо срочно включить какую-нибудь тарелку, да, чтобы на ней появилось лицо Соловьевой, и тогда человеку сразу становится хорошо. То есть вот этими людьми ему абсолютно просто работать, они могут любую чушь им говорить, потому что наркоман ждет, когда его уколят. Ему он даже уже не разбирается, чем. Главное, чтобы снять вот эти его ломку, да, с него. Но есть и другая часть России, это люди, которые не подсели на эту иглу, а это люди, которые там не смотрят телевизор, смотрят его мало категорически, там какие-нибудь, может, немножко развлекательные программы. К этой категории относится, например, большая часть молодежи. И на этих людей пропаганда практически не действует. То есть, безусловно, это не какие-то революционеры-подпольщики, да, антипутинские. Это люди абсолютно чаще всего, абсолютно политичные, но и война их абсолютно не интересует. И, в общем-то, по большому счету, они ни в коем случае не хотят ничем ради нее жертвовать и никуда идти воевать. И это большая проблема, потому что телезависимые готовы там бы воевать, но преимущественно на диване, потому что это люди в основном уже немолодые, пожилые, многие пенсионеры даже, и на них как-то опереться войне невозможно. А молодежь как раз не телезависима, она сидит там в других каких-то своих ресурсах, пускай и не политических, но и не пропутинских тоже, и воевать она не хочет. Поэтому набрать людей на войну Путин может только двумя методами. За огромные деньги по российским масштабам, огромные просто деньги, и бесконечно их тратить он не может. И, кроме того прочего, даже и за эти деньги уже люди не идут. И второе, насильно пинками там загнать на фронт. Вот к этому его подводит жизнь, о чем мы говорили в первой части нашей с вами беседы. Но, кстати, некоторые начинают все-таки прозревать. Наши журналисты побывали, да, из западных изданий, там против всех уже, против них открыли уголовные дела и объявили врагами всех народов. На территории Суджи, которая находится под контролем вооруженных сил Украины, пообщались с местным населением, которое задается уже вопросами, зачем Путин начал эту войну. Говорят, что наши вооруженные силы, несмотря на усилия Роспропаганды, показать, что мы едим на завтрак, обед и ужин уже российских детей, которые попадают к нам в кровавые вражеские лапы, еще и омытые, инспирированные Западом действия. Говорят, что наоборот, наши вооруженные силы, и этому есть доказательства, относятся к ним хорошо, кормят, ну и так видно, что те люди не пребывают в таком состоянии, как пребывали украинцы на оккупированных и пребывают территории российским путинским режимом. И Нью-Йорк Таймс ссылается на исследование компании Filter Labs AI и тоже отмечает, что граждане РФ считают курс провалом Путина и провалом именно правительства Российской Федерации. Это прозрение, пусть и точечное, пусть и локальное, оно может к чему-то привести и масштабироваться, в частности, среди этой, пока, возможно, аполитической части молодежи, и не только, о которой мы упомянули. Да, ну, конечно, самый лучший способ открытия россиянам глаза, это украинская армия продемонстрировала, это просто освободить эту территорию от путинского режима, и тогда, конечно, все глаза открываются. Но, к сожалению, метод этот, хоть и эффективный, но довольно сложный в реализации. А что касается тех, кого еще не освободили, им, понимаете, в чем дело, какое-то глухое недовольство, вероятно, возникает. Но ни во что конкретное оно все равно вылиться не может. Потому что пока Путин контролирует инструменты насилия, инструменты пропаганды, рычаги власти, население, ну, ничего не будет делать, не сможет и не будет. Потому что большинство людей не герои. Да, есть, конечно, такие герои, которые готовы выходить на улицу, принимая прекрасно, что их там убьют, посадят в тюрьму. Но таких людей единицы. А большинство населения будет ждать, пока этот режим не ослабнет. Вот когда оно поймет, что режим ослаб, режим раскололся, что можно пристать к одной его части против другой, или можно выразить как-то уже свои какие-то интересы, свое мнение, свои амбиции как-то реализовать в ситуации смутного времени. Вот тогда люди действительно активизируются и выйдут на улицу, и что что угодно будут делать. Пока еще этого не произошло, к сожалению. Но чем дальше и чем больше будет успехов украинской армии, и чем больше будет проигрывать Россия в этой войне, вероятность того, что режим ослабнет, режим внутренне расколется, там возникнут новые события по типу Пригожевского заговора, или по типу каких-то других событий, связанных с внутренним расколом, в том числе и с демонополизацией силовых структур, когда люди увидят, что есть реальная сила не только у Путина, но и у каких-то его противников. Вот в этой ситуации, безусловно, скажем так, этот режим уже ничего не спасет. Начнется просто принцип домино, и, как мы видим, Россия часто вступала в такие ситуации, когда буквально за несколько дней валилась просто империя, разваливалась. Да, вспомним 1917 год, когда словами Василия Розного Россия слиняла за три дня. Вспомним 1991 год, когда Советский Союз фактически за три дня слинял. То есть пока, чем дольше идет война, и чем более она неуспешна для путинской России, тем вероятность таких событий выше. Результаты онлайн-опроса восприятия россиянами войны в Украине, проведенного New Image Marketing Group при поддержке издания «Деловая столица» показывают, что 47% россиян до сих пор считают, что Пригожин жив. 40% что, возможно, жив из них, 7% что уверены, что он жив в принципе. А, возможно, они верят как раз не в то, что жив Пригожин, а в то, что жива возможность повторения вот такого бунта, который он организовал и инициировал. Я думаю, что, конечно, и то, и другое возможно. Понимаете, Пригожин – это такая уже мифологическая персона в России. Он стал… Пригожин жил, Пригожин жив, Пригожин будет жить, да? Как про Ленина говорили. То есть он вечно живой, Пригожин. И я думаю, что, безусловно… И причем, кстати, что характерно, пока… Пригожин был гораздо харизматичнее Путина, и я думаю, Путин его просто ненавидел за это. И пока был жив Пригожин, интерес и внимание он к себе привлекал гораздо больше, чем Путин. Поэтому Путин – это одна из причин, почему Путин его и убрал. Сейчас, я думаю, пойдет уже не новый переворот, новая попытка сместить Путина, она пойдет уже не по линии вот такого открытого наступления, как это было у Пригожина. А, скорее всего, будет некий… Просто таких персонажей нет, которые способны на это, в путинской верхушке. Но есть очень много хитромудрых тихушников, которым вся эта ситуация уже давно тоже надоела, потому что у них одна проблема за другой, и прежде всего личные проблемы, и им надоело уже жить в результате процесса войны, в ситуации перманентного стресса, то там Украина прорвется, то здесь, то Путин одно требует, то другое, то найди ему срочно пушное мясо. Это он всех трясет сейчас, региональных лидеров и олигархов. То, значит, танки откуда-то откопают, там, из-под земли советские, то еще что-то. В общем, надоело им это все страшно. И я практически убежден, что каждый день войны он приближает возможность вот такого верхушечного заговора против Путина, когда его просто устранят в один день. Народ даже не успеет почесаться. И потом ситуация, естественно, изменится кардинально, потому что вся эта война во многом продукт больного воображения, больного сознания, скорее, диктатора. Да, потому что с тех времен, когда весной 2023 года говорят, что еще так чуть-чуть продолжится, и вагнеровцы оставят позиции в Бахмуте, и спрашивая Шойгу Герасимов, где боеприпасы, все стало только хуже. Как мы с вами обсудили чуть выше, уже надо спрашивать не только, где боеприпасы, а где живая сила, где танки, техника, и все остальное, по всей видимости. Мы будем ждать, здесь наблюдать, когда из разговоров на кухнях и коридорах, так же этих всех олигархов и элит, это вылиться во что-то большее. Премьер-министр Индии, Нарендра Моди, приехал к нам, наконец-то, первый раз за всю нашу независимость, и первый раз в момент начала полномасштабной войны. И вы знаете, Игорь Веленович, с президентом Украины, Владимиром Зеленским, он тоже пообнимался. Мы, конечно, не забыли, как Моди обнимался с Путиным с 7-го числа вечером, а 8-го утром Путин разбомбил Ахмадет на фоне приезда Моди, чем его тоже, по всей видимости, как кажется нам, и унизил, и подставил, по меньшей мере. И вот Моди, который, как всегда, осторожно пытается сохранить теплый, как будто бы, но, возможно, уже в кавычках, взаимоотношения с Кремлем, сказал, что, я хочу, цитирую, сказать вам и всему миру, что наши убеждения и наши обязательства, и мы говорим об этом сейчас очень громко и четко, что мы поддерживаем уважение к суверенитету, территориальной целостности, и для нас это имеет первоочередное значение, сказал глава индийского правительства во время вот этой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Моди сказал, Индия держалась, как будто бы подальше от войны, но это не означало, что мы были равнодушны или занимали нейтральную позицию. Но в то же время Моди сказал, что Индия готова активно содействовать мирному урегулированию и призвал нас к дипломатии, потому что, по его мнению, конфликты решаются не на поле боя, а через диалог и дипломатию, что, конечно же, невозможно, потому что не хочет этого Путин. Мы сейчас видим разворот Моди от Кремля или попытку балансировать между Россией и Соединенными Штатами Америки, которые ему также нужны. Ну, еще и все это, видимо, происходит на фоне того, что видит Моди Россию от Китая не оттянуть. Да, и это, кстати, очень интересное и характерное явление, вот этот визит. Понимаете, он абсолютно противоположен тем месседжам пропаганды, которые сейчас посылают российские власти, в том числе и населению, и России, и населению других стран. То есть они постоянно пропагандируют следующую идею, что Россия не одинока, что против России вот подлющий, плохущий Запад, какие-то англосакцы они где-то прочитали в какой-то книжке по средневековой истории, что такие были. Еще кто-то там против них. А вот большая часть населения за Россию, что типа мы можем опереться на БРИК, это, пожалуйста, у нас Индия, и так далее, и так далее. Это все прямая чистой воды ложь. У России нет союзников практически. Ну, кроме вассальной Белоруссии и, возможно, там, нескольких стран-изгоев, там, КНДР, Иран, Венесуэла, Куба, других союзников у России нет. Крупные державы, даже третьего мира, типа Индия и даже Китая, это не союзники России. Это просто страны, которые на России зарабатывают деньги, которые используют ту сложную ситуацию, в которую сейчас Россия попала, с санкциями, для того, чтобы по-дешевски скупать ее природные ресурсы. Индия в этом смысле просто чемпион. Она уже вышла на первое место по покупке российской нефти. Причем она никогда до этого не была крупным импортером российской нефти. Ну, просто элементарно она скупает по дешевке российскую нефть за руби, которые потом в России не знают, что с ними делать. А потом продает на вторичном рынке эту нефть другим странам дороже. Просто занимается конкретной спекуляцией. То есть, вся цена этим отношениям, этим обниманием с Путиным это вот эти бабки, которые элементарно просто индийские спекулянты делают на российских нефти и других природных ресурсах. Это с одной стороны. Но с другой стороны, Индия все-таки великая держава. Там, кстати, уже номер один по населению, она даже Китай обогнала. И она старается подчеркивать свою независимость. И визит в Украину это лишний повод для Индии, для Моди подчеркнуть, что Индия типа великая держава, у нее своя позиция, что она ни в коем случае не какой-то там союзник России плотный, что она над схваткой, что она типа может какую-то позитивную роль играть в мирном урегулировании. Для Путина, конечно, это все у российских властей крайне обидно, потому что это как же так-то, друг Моди, за что, что так нас, как же это нож в спину. Конечно, это неприятно, но это факт. Понимаете, это факт реальности, что у Путина союзников нет лишний раз ему это продемонстрировали. Что будет дальше? Будет ли от этого какая-то польза? Пока четкой ясности в этом нет, кроме как бы вот некий информационный повод, да, позитивный. Мы не знаем, о чем договорился Моди с Зеленским. Конечно, российскую нефть покупать они не перестанут, это безусловно, но, возможно, Моди и другие страны, с которыми продолжают с Путиным какие-то взаимоотношения, могут как-то давить на Путина, воздействовать на него, чтобы он хотя бы прекратил какие-то откровенные, да, такие чудовищные, совершенно военные преступления совершать, как, например, массовые обстрелы, бомбежки мирных украинских городов. Хотя бы вот в таком ключе можно что-то от него ожидать. Посмотрим. Но давить они же могут тоже больше экономическими рычагами, я так понимаю. Да, конечно, давить на Путина не могут экономическими рычагами, и Путин целиком зависит от Китая и Индии, потому что это крупнейшие экспортеры, в том числе и нефти российской, а нефть для России это все, это жизнь, понимаете. Вот многие говорили, ну вот газ тоже, нефть, газ, нефть, газ. Это не совсем так, газ все-таки это составляет не очень большую долю доходов российского бюджета, экспорт газа, а нефть составляет львиную долю. И поэтому, например, цена на нефть всегда была определяющей для курса рубля относительно евро, доллара и так далее. Потому что это определяющий фактор в экономике. Поэтому Путин целиком, конечно, зависит от Индии и от Китая, и давить они на него безусловно могут. Воспользуются ли они этим? Посмотрим, поживем, увидим, что говорится. Думаю, это тоже будет зависеть от развития ситуации на российско-украинском фронте и на Курском фронте в частности. Но вот Путин еще в Азербайджан съездил, показал, что его рады видеть там и тоже договаривался о экономических и не только взаимовыгодных условиях. Да, Азербайджан и вообще некоторые страны бывшего СССР, то есть СНГ, как они сейчас называют, я, кстати, в Азербайджан, по-моему, СНГ формально не входит, но это не суть. Они тоже зарабатывают, прилично зарабатывают на России, на российских природных ресурсах, на российских проблемах, связанных с санкциями. Это тоже чистый расчет. Никакой любви или идейной близости Алиев-младший к Путину не имеет. Это все абсолютно циничный расчет. И как только он поймет, что ему больше невыгодно общаться с Путиным, и наоборот с удовольствием воткнет ему нож в спину. И Путину приходится покупать любовь Алиева за счет предательства интересов Армении, да, потому что Армения же вообще-то в отличие от Азербайджана тесный союзник России формально по ДКП, но, как мы видим, Путин просто сдал Армению, Азербайджану, абсолютно принес, что называется, и положил на стоп. Поэтому здесь тоже как бы все заключается в циничном, абсолютно экономическом, финансовом, материальном расчете. Понимаете, вот у Советского Союза, да, у него были какие-то союзники, пускай с помощью насилия он их создавал, но они их объединяли какие-то общие идеологии какая-то, да, и там они там строили коммунизм. Конечно, сейчас это смешно слушать, но тем не менее у них была как бы некая база для сотрудничества идеологической. У России таких союзников нет, понимаете, и здесь чистый расчет, ничего больше. Поэтому они Россию сдадут с потрохами, как только поймут, что она больше молока им не дает, а наоборот одни неприятности. Такой наступит, как я уже говорил, в случае дальней нарастания неудач России, неудач российских войск в этой преступной войне. Вы вспомнили о Лукашенко, Лукашенко уже неделю не вспоминал о Курской битве нынешнего Пашиба, но тем не менее он старался. Мы можем это констатировать по всей видимости. Его старания были не слишком усердны, но заметны. Заметны для Путина по всей видимости. И Лукашенко тоже, я думаю, если что, сдаст его с потрохами и будет искать защиту у Китая. Да, это безусловно. Лукашенко тоже абсолютно циничный человек. Он, кстати, я думаю, это видно даже, что Лукашенко и Путин друг друга ненавидят. Понимаете? Но они взаимозависимы друг от друга и вынуждены изображать любовь и дружбу. Более того, Путин его хотел, в общем-то, Путин его прижал к стене Лукашенко. Лукашенко одно время пытался вести какой-то более-менее независимый курс от Путина, но Путин ему просто прижал к стене, он внутренне фактически подорвал, разрушил стабильность его режима. Это же Путин и Россия стояла во многом за такими людьми, как Бабарийка, например. А для чего это было сделано? А потом они же их сдали. Это было сделано для чего? Как это чисто бандитский такой наезд. То есть, сначала создаются коммерсу, создаются проблемы, а потом предлагают эти проблемы решить. То есть, Россия во многом создала Лукашенко проблемы, связанные с тем, что он фактически перестал быть легитимным президентом, и его власть просто повисла в воздухе. А потом предложила эти проблемы решить, но за счет того, что Лукашенко полностью лег под Путина. А дальше ему пошли деньги, пошла силовая помощь, пошла пропагандистская помощь, и в результате Путина и Лукашенко втянули преступную войну против Украины, заставили представить для вторжения 22-го года свою территорию. Так что, как только Лукашенко поймет, что Путин ему больше не нужен, что Путин, что он, зависимость от Путина для него опасна, он продастся кому угодно, хоть Китаю, хоть там, я не знаю, берегу слоновой кости. Однозначно. Любовь за деньги не купишь никакую. Игорь Виленович, спасибо вам огромное за ваше время, спасибо за вашу прекрасную аналитику и, как всегда, за то, что и настроение поднимаете, при этом спираясь всегда на аргументы и факты. Благодарю, до встречи через неделю. Всего доброго. Всего доброго, до свидания, рад вас увидеть. Более чем взаимно всегда, как и наши зрители. Друзья, спасибо, что были с нами. Игорь Эдман, социолог и политолог из Германии, Ирина Узлова была вместе с ним. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал Эдман Ньюз, вы можете найти прямую ссылку на него просто в описании под этим видео, там еще больше аналитики, кратко и по делу, и ссылок на интервью с нашими коллегами. Так вы можете гораздо в более широких масштабах послушать Игоря Виленовича и на YouTube 24-го тоже подпишитесь, пожалуйста, ваша подписка, лайк, комментарий добавляют нам мотивации, позволяют нашим разговорам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины, увидимся и победим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok